День рождения Сейчас этот предмет в руках, но мы к нему вернемся чуть позже. Конечно, все эти книги вы уже могли видеть в нашей трансляции, когда я открывала подарок в прямом эфире. Но я очень надеюсь, что сегодня я чуть спокойнее смогу вам об этих книгах рассказать, потому что там я была в полном неадеквате. Если вы не понимаете, что здесь делаю я, когда день рождения был у Светы, это по ее просьбе. Я тут в качестве поддержки, ассистента буду на нее дуть, говорить, Света, дыши. Когда мне в трансляции задавали вопрос, какой у вас день рождения был самым запоминающимся за всю вашу жизнь, я не смогла ответить, потому что я не очень люблю свой собственный день рождения. Это абсолютно какой-то странный для меня праздник. Я обожаю Новый год. Вот Новый год, это прям вообще мое, просто люблю, не могу, жду с огромнейшим нетерпением. Но теперь я точно знаю ответ на вопрос, какой день рождения у меня был самым запоминающимся. Именно вот этот, потому что я никогда не получала столько подарков, я никогда не получала столько внимания от людей, как в этом году. И, ребята, это невероятно приятно. И уж тем более, ребят, мне приятно, что все те люди, которые организовали ОПГ, они познакомились друг с другом благодаря нашему каналу, они общаются, дружат, и вообще у них все классно, я надеюсь, будет и замечательно. Но давайте переходить, наконец-то, к подаркам. Я покажу вам один из самых важных для меня подарков, которые сделали мне мои сестры, и благодаря которому, ребят, я почувствовала себя Тиффани из цикла Терри Пратчета. Они мне подарили сковороду. Я тот самый человек, который ненавидит покупать себе домашние вещи. Поэтому, если кто-то мне презентует пластиковый тазик, я всегда радуюсь. Я реально, я не знаю почему. То есть я люблю там красивую посуду, да, мне нравятся кружки, мне там нравятся всякие разные ложечки, вилочки, вот это вот все дело. Света, тебе нравятся тарелочки. Тарелочки, да. С ложками-вилками у тебя проблема. Проблема. Но когда дело касается, вот буквально элементарный таз, тазик, пластиковый тазик, который стоит в фикс-прайсе 50 рублей, я буду эту покупку оттягивать до последнего. Сковорода, она будет у меня 15 лет работать, как рабочая лошадь, отваливаться ручка, но я буду ее как-то там найти, подтыкивать, еще что-нибудь делать, но ни в коем случае не куплю себе новую. Я не знаю, почему у меня так сложилось. Вот я не могу понять, почему у меня в жизни есть вот такие абсолютно какие-то обычные, да, бытовые покупки, которые я не совершаю до последнего. Я ведь даже спички себе покупаю только тогда, когда у меня заканчивается последний коробок. И я еще могу три дня или даже неделю, скажем честно, была я неделя, когда я забывала купить эти спички. Но вот такой я чудесный человек в быту, поэтому сковороде я рада невероятно. Сестры, конечно же, мне подарили не только сковороду, но мне показалось это самым забавным, поэтому я ее вам и показала. В последних книжных покупках я показывала подарок от Насте. Это новая детская книга с 1900 по 1941 год. А вот Свете Настя подарила не книжный подарок, а это очень долгожданная вещь, которую мы вчера, кстати, опробовали. Настя это поставщик мой личный настольных игр, очень крутых и классных. Я бы даже сказала, это просветитель по настольным играм. Вот, абсолютно верно, просветитель. Мне нравится это звание. Я очень давно смотрела на серп, и вот он, наконец, в моих руках. Настя, огромное спасибо. Мы вчера его попробовали. Мы вчера его очень долго раскладывали и разбирали. Здесь написано, что игра занимает 115 минут, но наша первая партия длилась больше 4 часов, потому что мы пытались распутать правила, и правила здесь, знаете, весьма такие нехилые. Но когда ты, наконец-то, начинаешь понимать систему того, что написано на карточках, на планшетах игроков, все становится ясно, но до этого только надо дойти. Серп — это стратегия, где вы боретесь друг против друга, вы развиваете свою нацию, захватываете территории, производите ресурсы, воюете с соперниками. — И собираете роботов. — И собираете роботов, да. Всем понравилось собирать роботов. И по итогу выигрывает тот, кто набирает больше всего очков. Да, вчера выиграла Екатерина Евгеньевна, которая всю игру, пока я разбираю правила всегда, понимаете, и я в первой партии всегда слежу за каждым ходом и пытаюсь каждому объяснить, что ему надо сделать. Поэтому я никогда не выигрываю первой партии. Выиграла Екатерина Евгеньевна, которая всю игру кричала, что скучно, нудно, она такое не любит. Боже мой, что за дурацкая игра, она ничего не понимает. Но она набрала больше всего очков. — И больше всех звёздочек. — Да, как этот человек это делает, я не знаю. Мне очень нравится, конечно, арт. Она совершенно потрясающе красива. — О, да, и там такие классные фигурки. Здесь несколько наций, которые легко распознаются в реале. Здесь есть Польша, здесь есть северные страны, Крым, Советский Союз и кого-то я наверняка... А, Саксония есть. Вот он, да, Саксония самый настоящий. Но очень красивая, очень классная. Я думаю, что следующие партии уже покажутся нам гораздо интереснее, но с правилами, ребят, здесь действительно надо повозиться. Но когда вы с ними разберётесь, становится понятно, что игра не такая уж и сложная. Но главное разобраться. Подарок от Оли, которая присылала нам с Катей совместную посылку, но она попросила Катю, чтобы она спрятала от меня эти книжечки до моего дня рождения и попросила, чтобы я их открыла ровно 19 августа, что я и сделала. Ребята, здесь совершенно удивительные по красоте книги. Во-первых, это «Таинственный сад», это издание от Мина Лимы. Я не знаю, мне кажется, что это издательство, оно полностью порабощает мою душу и моё сердце. У меня в коллекции есть уже Питер Пен, есть Гарри Поттер. У Кати Алиса в «Стране чудес». Это её подарок. Я засматриваю сейчас на «Страну Оз». В октябре выходит вторая часть «Гарри Поттера». «Страна Оз». Хорошо, она будет твоя, но это не мешает мне на неё засматриваться. Меня, во-первых, совершенно покоряет цветовая гамма. У каждой книги все цвета, вот оттенки, они приглушённые, они как припылённые. И то, сколько здесь секретиков, то, сколько здесь всего можно развернуть, пощупать, потрогать, покрутить. Мне кажется, что эти книги совершенно шикарный подарок для любого читателя. Просто абсолютно каждый, получив такое в свои руки, будет в восторге. Но если, конечно, этот человек любит книги. Потому что моя сестра, она хоть за «Гарри Поттера», например, собирает, но книги для неё – это нечто непонятное. Меня всегда удивляет, когда я вижу её перепуганные глаза, когда она приходит к нам сюда в гости, она заходит и видит наши покупки. Они вот тут на подоконнике всегда стоят и где-то наполовину загораживают окно. И вот её глаза, они всегда перепуганы до ужаса. И мне кажется, у неё так в голове машинка работает. Она считает, что можно было бы на эти деньги купить прикольного то, что любит она. Но, как говорится, у каждого своё увлечение и свои приоритеты. Ещё одна невероятной красоты книга, о которой я не имела ни малейшего представления. Здесь у нас «Джунгли», и это книга с вырубкой. Самое замечательное в том, что когда вы листаете эту вырубку, первая страничка, где встречается вырубка, вы смотрите вот так на эту страницу вглубь джунглей, и вы видите перед собой как бы дорогу, по которой вы пройдёте. А когда вы переворачиваете последнюю страницу с вырубкой, у вас создаётся впечатление, будто вы оборачиваетесь обратно и видите тот путь, который вы проделали с другой стороны. Это совершенно потрясающе удивительно, и я в полном восторге от того, как эта книга выглядит, и мне тоже очень нравится цветовая гамма, которая здесь подобрана. И графический роман «Прибытие», который выходил на русском языке, но у меня оригинальная версия, что совершенно мне не помешает насладиться этой историей, потому что она абсолютно без слов. Здесь нет ни единого слова, это чисто визуальное восприятие истории. Оле ещё раз огромное спасибо за подарки, а вот кружку, которую она мне подарила, я вам показывала в последнем завтраке. Да, если вы хотите посмотреть, что подарила Оля мне, то вы можете открыть нашу трансляцию, только с майнингом рождения. Там тоже есть тайминг, и там по таймингу можно найти, как я открывала подарки. Ну а теперь, ребята, переходим к подарку от преступной группировки. У меня есть полный список участников этой группировки, их было ровно 32 человека, и они мне прислали три коробки общим весом 53 килограмма. Вот на столько книг в моей библиотеке у меня прибавилось. Но в коробках были не только книги. Давайте мы начнём с некнижных подарков, но я хотела бы ещё раз выразить огромную признательность всем тем, кто в этом участвовал, потому что вы сделали мой день рождения абсолютно совершенно незабываемым. Мне кажется, каждый раз, когда я выносила следующую коробку, у Светы что-то не то в мозгах происходило. Всё? После эфира, да. После эфира Екатерине Евгеньевне пришлось отпаивать меня таблеточками, потому что у меня так колотилось сердце. Мне реально казалось, что сейчас со мной что-то случится. Во-первых, весь подарок был оформлен в пиратской тематике. А пираты – это то, что в детстве меня крайне завлекало, привлекало, и я вообще мечтала быть пираткой, капитаншей корабля, одновременно куртизанкой. Ты, наверное, в детстве просто не понимала, что это. Я хотела пояснить, да, что в то время куртизанка для меня была женщина в красивом, откровенном платье, и я так и представляла себя вот в таком платье, да, стоящем на корабле. Ты такая по балубе. У штурвала. Нет, у меня развиваются волосы, и вот здесь вот эти трясётся декольте. Вот такие у меня странные были в детстве желания. К подарку прилагалась карта, которую я должна была открывать. Каждую ячеечку – здесь всего, по-моему, их 18 – и читать подсказки. Естественно, в том состоянии, в котором я находилась, мне не особо помогли эти подсказки. Нет, ну парочку она отгадала, я точно помню про Сальваторе. Всё хорошо. Это, видимо, какие-то были особые моменты озарения. Но я бы хотела сказать отдельное спасибо Вике, которая придумала эти подсказки. У неё получились весьма завлекательные аннотации. В коробке даже была своя бутылка рома – это тыквенный сироп – и своя бочка с порохом – это, ребята, тыквенный чай. А я обожаю что тыквенный сироп, что тыквенный чай. Осенью пить чаёчек и кофеёчек с тыквенным вкусом, с пряностями – это моё самое любимое. Чтобы от меня, как от пиратки-куртизанки, разносился приятный аромат, мне была презентована парфюмированная вода «Поэты Берлина». Это один из моих любимых ароматов. Мне он очень нравится. У меня был вот такой вот отливант на 5 мл. Но я хотела себе полную версию, и девочки осуществили моё желание. Вообще, я себе сейчас очень редко покупаю именно полной размерки, потому что не всегда аромат, когда я его покупаю именно в полном размере, ну, бывает такое, что он либо надъедает, либо у тебя там, я не знаю, предпочтения сменяются. Либо сезон. Либо сезон, да. И я вот перешла на отливанты. Но, когда я долго пользуюсь и покупаю себе отливант один и тот же очень много раз, да, мне всегда хочется иметь... Вот, правильно, это показатель. Мне хочется иметь полную версию, и «Поэты Берлина» одна из таких версий. Вообще, этот аромат посвящён Дэвиду Боуэю. Именно его творчество вдохновило создателей вот на этот шедевр. Мне он очень и очень нравится. Я, знаете, я даже не могу сразу сказать, чем он для меня пахнет. Но у меня он ассоциируется с яблоками. Хотя яблок здесь нет вообще. Вот именно ноты какой-то яблочной. Но я почему-то сразу представляю вот огромную корзину с ароматными яблоками. Из корабельной атрибутики девочки мне презентовали вот такой набор лего. Это корабль в бутылке. Я в детстве всегда мечтала о том, что когда-нибудь однажды у меня будет такой корабль в бутылке. Я уже собрала. Я его собрала сама. Я не дала Екатерине Евгеньевне поставить ни одного элементика, потому что мне надо было сделать это самой. Я думаю, что я себе сделаю книжную полку именно какой-нибудь, да, морской тематике. Составлю туда книжечки, и там будет красоваться вот эта вот классная бутылка. И ещё один фанатский подарок, от которого я пришла в полнейший, ребят, восторг, это Гендальф на Орле. И я надеюсь, что Екатерина Евгеньевна теперь навсегда запомнит, что Гендальф летал на Орле. Это была шутка. И никакой метлы, Кать, у него не было. Это была шутка. Я знала. Это очень удобно, конечно, делать вид, что это была шутка, но я в этом не уверена на сто процентов. Наконец-то мы переходим к книжной части подарка. И, ребята, это абсолютное роскошество. Я не могу словами передать, насколько я счастлива от моего нового книжного пополнения. Давайте начнём с того, что не относится к жанру фэнтези. Во-первых, это Донна Тарт, «Тайная история». Это единственный роман у Тарт остался, который я не прочитала. Мне кажется, он у неё ещё и самый тоненький. Да, было бы чем хвастаться. У Донны Тарт всего три романа. И когда Катя читала в каких-то то ли книжных выходных, то ли недели чтения роман, если бы мы были злодеями, то многие нам тогда подписчики написали, что он похож на тайную историю Донны Тарт. И вот я не могу сказать, что я прям в восторге от её творчества, но стабильный интерес оно во мне вызывает. То есть здесь у нас драм-кружок. Или какой-то греческий. Вот я не помню, прям драм-кружок там, но что-то с кружком каким-то связано, и там тоже произойдёт убийство. Замешанный на древнегреческих ритуалах, роман начинается с убийства. Да, и потом будут выяснять, что там произошло на самом деле. Начало цикла от шведского автора. Роман называется «Конец лета». И насколько я понимаю, все романы в цикле, в названии у них будет упоминаться тот или иной сезон. Именно этот момент меня заинтриговал, когда я впервые увидела роман в анонсе. Здесь у нас, по-моему, история расследования об исчезновении пятилетнего мальчика. Роман автора, творчество которого я прям очень люблю, могу сказать. Это Джонатан Франзен, «Безгрешность». Я читала у него «Свободу и поправки». И мне и один, и второй роман. Вот они меня прям за живое задели. Надеюсь, что с безгрешностью произойдёт то же самое. И один из тех романов, который, вот знаете, когда это была новинка, я сейчас посмотрю, в каком году это была новинка. А где посмотреть в каком году? В 2018, ребята, это была новинка. Я когда увидела объём, когда увидела о чём роман, я прям думала, вот, я схвачу прям сразу и тут же прочитаю. Вот смотрите, сейчас 2021 год, то есть прошло три года, мне этот роман подарили, наконец-то я его прочитаю, возможно, даже в этом году. Это Нёк, это семейная сага, и здесь у нас главный герой будет рыться в прошлом своей семьи. И я очень надеюсь, что на поверхность он вытащит много интересных скелетов. А захотела, я так понимаю, ты из-за вот этого, да? Я захотела, да, потому что здесь огромный объём. Там сколько страниц в этом романе. А ещё смотрите, на уровне лучших книг Майкла Шейбана и Франзена. Ты не видела, да, этого? Нет, на это я уже не обращала внимания. Три томика за авторством Умберто Эка, это всё его эссе. Я обожаю эссе Умберто Эка, потому что мне очень созвучен и его юмор, и его ирония, и даже его сарказм. А я хотела добавить, что когда мы на эфире обсуждали Умберто Эка, там был вопрос о том, если вдруг, да, мы всегда советуем, что Умберто Эка надо начинать читать с именем Розы. А если получается так, что вы начинаете читать имя Розы, продираетесь сквозь предисловия и вам не нравится, тогда надо отложить и попробовать Умберто Эка именно с эссе. Это небольшие работы, они написаны очень просто, и вы тогда поймёте, а нужен вам вообще этот автор или нет. Вы просто познакомитесь с ним вот именно с человеческой точки зрения, да, и вообще разберётесь, близок вам этот человек или нет. Книга, отзыв на которую меня очень заинтриговал у Юли, это было то ли в прошлом году, то ли, возможно, даже в позапрошлом, это Урсула Легуин, время, занятое жизнью. Юля тогда говорила, что здесь очень хороший сборник эссе, что они смогли её настроить на позитивный лад, и мне очень нравится вот здесь вот наверху приписка «Размышления волшебницы». Хотя я тот самый человек, который с творчеством самой писательницы, да, увы, не сросся, не сошёлся. Так, ребята, я здесь сейчас складываю на себя кирпичи. Это невозможно поднять. Это невозможно поднять самому. Я готовлю. Это было очень смешно, когда я пыталась на стол поставить, потому что всё это было завёрнуто совместно, да, представляло из себя единый блок, и как мы потом в трансляции шутили, что это шлакоблок. Это выглядит вот так, ребята. Это очень много весит, и это, ребята, полное собрание сочинений. Это от начала и до конца полная история «Ходячих мертвецов». Четыре томика. Я обожаю как комиксы, так и сериал. Снова забыла, да, номер сезона, до которого я обожаю этот сериал. Том второй. Ой, на, Катенька, держи. Том третий. Всё, я больше не возьму. И том четвёртый, ребят. Я с превеликим удовольствием всё это дело перечитаю, потому что комикс я читала только в электронке. И вот из всего барахла фанатского, которое у меня когда-либо было походячим, это только сборники обложек комиксам. Вот у меня отдельно есть книга. Переходим непосредственно к фэнтези и фантастике. Во-первых, это Барояр. Вот в этом томике сразу четыре книги цикла. Это масштабный цикл. Барояр это, кстати, планета. И знаете, я читала его очень и очень давно. Я, конечно, крайне плохо помню всё, что здесь происходило, но он у меня всегда в голове соотносился с другим, ассоциировался, вернее, с другим циклом Саймона Грина, который рассказывал нам про Охотника за смертью. Мне почему-то кажется, что главные герои этих циклов очень и очень похожи. Дальше у меня идёт какое-то бесконечное количество книг Майкла Муркака. Во-первых, это Элрик. Это тоже масштабная весьма сага. Майкл Муркак, да, здесь у меня только героическое его фэнтези. Это тот самый автор, которым я зачитывалась в 15-летнем возрасте. Но вот у Элрика, знаете, весьма непростой способ чтения, потому что существует три варианта того, как вы этот цикл можете читать. Просто цикл писался в течение очень долгого времени, и даже автор не сам сразу понял, в чём будет его окончательная задумка. Кстати, главный герой у нас Альбинос, и он весьма такая интересная личность. И вот этот вот Элрик, он писался Майклом Муркаком как противоположность Конана. Конан это прям классика, классическая фэнтези именно героического, тоже такая фигура, без которой никуда в фэнтези не деться. И здесь у меня ещё два цикла. Это Хроники Корума, сразу две книги, здесь четыре романа, и Хроники Хоукмуна. Здесь тоже две книги и четыре романа. И вот в этом цикле действие разворачивается после ядерной войны, естественно, на нашей прекрасной планете Земля. Это такая ностальгия, что я даже не знаю, мне кажется, я заплачу, когда возьму что-нибудь перечитывать. Могу лишь добавить, что мне очень нравится его фамилия. Муркак? Да. Мы с Муркаком разошлись, наверное, после Глорианы. У нас прям с ним что-то, дорожки куда-то... Хотя Глориана мне, в принципе, понравился роман, там, конечно, много всего замутного, но, в принципе, в творчестве о Муркаке много странных замутных вещей. Не замутных, мутных вещей, вот так я скажу. Но почему-то после Глорианы я вообще и еще, ребят, более невероятное количество книг, которые посвящены темному эльфу Роберта Сальваторе. Это тоже мои 15 лет, я тоже зачитывалась этими романами. В итоге, мне кажется, я прочитала штук 17. Но где-то романа до 12-14 я испытывала один сплошной восторг при чтении. Потом, видимо, мне это дело поднадоело и было уже, знаете, так, ну, эээ, да, очередная книга о темном эльфе. Хотя я очень хочу, чтобы темного эльфа попробовала почитать Катя. Мне кажется, что и мир, и герой, и уж тем более спутники героя ей должны понравиться. У меня из основного цикла о темном эльфе первая и третья книги уже есть, поэтому девочки мне подарили книгу номер 2, книгу номер 4 и книгу номер 5. И в каждой, кстати, книге получается по несколько произведений. И еще цикл Роберта Сальваторе, все, что он пишет, да, о мире темного эльфа, он входит в огромнейший межавторский цикл Забытые королевства. И этот цикл тоже построен на основе ролевой игры. Эта вселенная Забытые королевства, она ушла не только в литературные пласты, но пошла и в компьютерные игры. Я, например, обожаю Невервинтер. Кстати, книги о темном эльфе это один из двух пунктов, который я угадала по подсказкам вот в той самой карте, потому что было написано, что здесь у нас книжечки про героя, имя которого для русскоязычного читателя было переделано для более благородного звучания, потому что в оригинале главный герой он вовсе не Дзирт, он Ддрист. И всех это всегда очень смешило и вызывало такие вот хихиканья. Ну, на трансляции мы тоже все похихикали. Так, что у нас здесь еще есть? Это переходы, трилогия переходов и две книжечки как раз-таки по Невервинтеру. Первый томик и второй. Как она прочитает, как захочет играть, и мы ее потеряем. Ой, ребята, я очень хотела бы вернуться вот поностальгировать и к Муркоку, и к Сальваторе. Я просто себя закрою. Но к Сальваторе я точно вернусь в октябре, в ноябре. Я обязательно первую трилогию перечитаю. У меня первая трилогия есть еще и в старом издании, но перечитывать я хочу вот это вот большое, красивое, тяжелое, знаете, чтобы рука... Вот у меня после Сандерсона всегда вот тут вот болит запястье, потому что держать очень тяжело. Да, я знаю, что это плохо, но у меня вот тянущее запястье, оно ассоциируется с приятным чтением. Понимаешь, в чем дело? Прекрасно. Поэтому я хочу читать вот эти большие книжки. Что у меня, ребят, есть еще? Во-первых, это замечательная, прекрасная книга с просто потрясающими иллюстрациями, потому что они все невероятные красоточки здесь. Это супергероиня Марвел. Можно, наверное, да, сказать, я любила комиксы и героинь Марвел еще до того, как это стало мейнстримом. Пик моего увлечения комиксами это где-то год 2006-2012. Вот тогда я просто залпом перечитала абсолютно все, что выходило по Людям Икс. Это была моя любимая команда в супергероике. Я просто обожала Алую Ведьму. Я дико плевалась на Элизабет Олсен в роли Алой Ведьмы. Мне она совершенно не нравилась ровно до того момента, пока я не посмотрела сериал Ванда Вижн. Но книга совершенно чудесная и замечательная именно в плане иллюстрации. Как вы понимаете, текст я еще не успела прочитать. Я хотела сказать, а я обожала Медузу. Она королева на другой планете. И, блин, у нее самая крутая сила. Хотя она не оригинальна, она есть и в других мирах. У нее огромные рыжие волосы, и она ими управляет. «Звездная пыль» иллюстрированное издание романа Нила Геймана, которое мое сердечко жаждало и требовало вовсе не потому, что это роман Нила Геймана, а потому что иллюстратор в этом издании Чарльз Вес. Я обожаю то, как он рисует. Я себе даже покупала второй том «Игры престолов» именно из-за того, что его иллюстрировал Чарльз Вес. Я всегда обращаю внимание на книги, где есть его иллюстрации. Я сразу вижу сказку. Как только я вижу его иллюстрации, я вижу сказку. У «Звездной пыли» я видела только экранизацию. Я, по-моему, сам роман по итогу так и не читала. И экранизация мне нравится. Еще одна совершенно удивительная книга это «Воскреситель». Это анатомия фантастических существ. Автор действительно берет какое-либо фантастическое существо, будь то дракон, русалка или еще кто-то, и подробно разбирает нам его анатомию. Мышцы, скелет, и рассказывает, как оно устроено. И мне кажется, это очень крутая штука, особенно для фанатов фантастики и фэнтези. И вроде как все эти выдуманные существа становятся ближе к реальности после вот такого научного разбора. Это красота. Ой, это не то слово, какая красота. Ребятушки, это легендарное коллекционное издание по вселенной Чужого. Я обожаю эту вселенную. Я обожала второй фильм, это «Чужие». Это был тот самый фильм, который я готова была пересматривать. Просто вот он заканчивался, заканчивался. Я его тут же включала снова и могла совершенно спокойно смотреть. Книга тоже совершенно потрясающая. Здесь множество иллюстраций, набросков, каких-то схем. Разделена она вся по главам в соответствии с фильмами, с их выходом. И я тут Катю подбиваю на то, чтобы пересмотреть всю франшизу «Чужого». Я уже ее не боюсь. Просто я в детстве страшно боялась «Чужого». И теперь, когда... Ну, вернее, не теперь, а я поняла, что я окончательно выросла, вот в том числе и среди фильмов. Когда я поняла, что меня не пугает «Чужого», мне, наоборот, нравится эстетика. Пожалуйста, расскажи, как ты ее открывала. Самая красивая, самая замечательная, чудесная, великолепная, сладенькая книжка, которая прям вот просто булочка с корицей. Это, ребята, энциклопедия сверхъестественного. Дин и Сэм во всей красе, на куче великолепных фотографий от первого к девятому сезону, потому что эта книга вышла на тот момент, когда закончился девятый сезон. Вчера, когда пришли к нам девчонки в гости, мы рандомно включили серию из первого сезона про психушку. Все ее помнили, все ее любили. И мы даже не разговаривали эти 40 минут. Мы смотрели. Погрузились в историю. Хотя все все знают. Вот насколько первые сезоны были атмосферными, были классными, были крутыми. Вот если бы все сезоны были такими, как первый, моя душа, она бы горела и плясала. Как можно было вот такую классную задумку, да, про двух братьев, которые путешествуют по Америке, разбираются со злом, превратить то, что по итогу получилось. Вот мне кажется, тут вот тот самый случай, когда создатели просто-напросто перемудрили. Надо было быть проще и ближе к народу, и делать все, как в первом сезоне. Ребята, на этом мои подарки закончились. Это что-то невероятное. Вот тебе подарочек. Спасибо большое. Давай, иди сюда ко мне подарочек. Она сейчас сразу звучит. Это что-то с чем-то. Я просто в диком восторге. Я обязательно все это еще раз, нет, не раз, я вру про раз, пересмотрю, перелистаю, потому что я не могу от всего этого оторваться. Мы обязательно организуем морскую полочку, и я как-нибудь ее вам покажу. Мы, ты. Нет, мы, Катенька, потому что ты мне будешь помогать. Ты знаешь, что у меня все не очень ладится с переставлением книг на книжных полках. Огромное спасибо всем вам, что вы сделали мой праздник чудесным и незабываемым. Девочки, от всего сердца вас благодарю. Спасибо за все эти книги, за не книжные подарки тоже огромнейшее спасибо. А мы, ребят, на этом будем заканчивать. Всем вам огромное спасибо за внимание, и всем пока. Котики, будьте котиками. Пу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу